Слава Богу, дорогие друзья, братья и сестры! Мы благословлены Богом, находясь уже на этом месте. И мы благословлены, уже находясь здесь, что имеем эту привилегию, слышать слова жизни, и если мы принимаем эти слова, как пропели и как говорит апостол Павел в своем послании, что ничто не может отлучить меня от любви Божьей в Иисусе Христе, и тот человек, кто примирился с Богом, он понимает у него и носит это себе откровение, что это значит быть в Иисусе Христе. И если ты духовно находишься в этой позиции, и если мы проверяем себя и честно к самому себе, с нашими недостатками и с нашими жизненными битвами, с нашими мängелами и auch с нашими kämpfen в жизни, но эта позиция этого достаточно, что никогда воспеть там в небе, как мы пропели, на небесной перекличке буду я, слава за это Богу, как мы пропели, на небесной перекличке буду я, слава за это Богу. Хорошо, я хотел бы обратиться к моей проповеди, и вначале я хотел бы зачитать два места из Священного Писания, и вначале я хочу два Писания из Священного Писания, первая будет эта книга Бытие, 32 глава, Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцать первые стихи. Верс 28, 29 и Верс 31. Речь идет здесь о Якове. И сказал, отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь. Да sprach er, dein Name soll nicht mehr Яков sein, sondern Израиль, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Спросил и Яков, говоря, скажи имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем. И благословил его там. Яков aber bat и спраш, lass mich doch deinen Namen wissen. Он ответил, warum ты спрашиваешь о моем Namen? И он segнете ihn dort. И тридцать первые стихи. И вверс 31. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и храмал он на бедро свое. И храмал Яков на бедро свое. И второе место будет. Это Евангелие от Марка 2. Евангелие от Марка 2. 25. и 26. Я хотел бы взять эти два стиха из контекста. Не касаясь всей истории. И не касаясь всей истории. Но выделить то, кто это говорит. Я хочу aber hervorheben, wer diese Worte spricht. Это Иисус Христос. И мы знаем, что это Царь, Царь и Господь, господствующий. И о ком он говорит это? О Давиде. Он сказал им, неужели вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду и был голоден и сам, и бывшие с ним? И он сказал им, неужели вы никогда не читали, что Давид тат, когда он мангелит, и он и своих священников с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафари и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал, и бывшим с ним. Как он, когда Санкт-Приста Авиафари в доме Гриста, в доме Гриста, и он в доме, которые не любят, но только Приста, и даже их в доме, которые были в нем. Санкт-Петербург, когда брат Саша Крайда проповедовал из этого места, И я переводил его благословенную проповедь. Было очень назидательно. И очень важный момент он передал из своей жизни. И он был в его жизни. Где Бог дал ему откровение, благословил его и в результате его сына пошел в гимназию. И в результате его сына также посетил его в гимназию. И я стоял и так немного задумался. И в этот момент родилось у меня как бы дополнение или продолжение этой проповеди. Потому что у меня пока никто в гимназию не пошел. Но хотел бы заметить, что моя история еще пишется. И я верю тому, что Бог приготовил благословение там на небесах для моих детей. Слава Господу! И я верю тому, что Бог благословение приготовил для меня и для всего моего дома. И я верю тому, что Бог на небесах для меня и для всего моего дома. И я хотел бы обратиться к тебе, дорогой друг. И я хотел бы обратиться к тебе, дорогой друг. Если ты проводишь твою жизнь, как мы слышали в Иисусе Христе. Если ты согласуешь твои поступки и желания со Словом Божьим. Если ты своим сердцем прилепляешься к заповедям Господня. Если ты так понимаешь, что на небе приготовлены и для тебя Божьи обетования. Слава Богу! Тогда я так понимаю, что в мире для тебя и для твоего имена, и для твоего адреса. Слава за это Господу! Но я сейчас буду говорить не о детях, а вообще о наших обстоятельствах жизни. Но есть такие у нас ситуации, говоря образно, которые не учатся на пятерке. И не двигаются в гимназию. Хорошо, я прочитал, или мы вместе прочитали место священного писания. Мы вместе прочитали место священного писания. Одна жизненная ситуация. Ein Lebensereignис. О царе Давиде. и в этот момент, о чем напоминает здесь Христос, когда он пришел в дом Божий к священнику, он не пришел туда, чтобы принести Жертву, нет, он не смог не принести ничего такого с собой, но он пришел попросить Пищу, потому что ему нужно было бежать из собственного дома, из своей страны, где он вырос, потому что глава государства искал, чтобы его убить, и перед тем, как пойти дальше, мои проповеди, я хотел бы зачитать один стих, это будет из первой книги Царства, 21 главы, это как раз тот момент, о котором говорит Иисус Христос, и когда Давид говорит некие слова к одному священнику, и я хотел бы заметить, что для нас эти слова имеют особый смысл, хорошо, я сначала зачитаю, а потом пойду дальше, и сказал Давид Ахимилейху священнику, Царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя, и что поручил тебе. Давид спрашивает zu Ахимилейху священнику, я так понимаю, что для нас это имеет особый смысл, те, кто чтят Иисуса Христа как Царя, Царей и Господа господствующих, и вот Давид говорит, Царь поручил мне дело, в котором нет никакого объяснения, в котором нет никакого объяснения. Вы знаете, если мы немножко посмотрим на жизнь Давида, я хотел бы с этого места вспомнить, и мы часто слышали об этом в проповедях, мы слышали много о Давиде и о Голиафе, где Давид пережил особую победу, и мы слышали другие местописания, о которых проповедуются из жизни Царя Давида. Вы знаете, есть такой благословенный момент в его жизни, где особый человек среди народа, и особый человек в духовной сфере, его знало небо, и он особый человек в духовной сфере, когда он пришел в их дом, и когда был почтен этот молодой человек, Отрак Давид, это был тот момент, где он был избран Богом, это был тот момент, в котором он был избран Богом, где Самуил вылил на него елей, помазав его в Царя. Самуил от него в него, и он от него изглотал, и он его к курицам курицам курицам. И это благословенные ситуации, и для нашего христианского мира все здесь как бы понятно и объяснимо. Но теперь в этой ситуации, что здесь происходит? Библия говорит до этого, что Давид в своей жизни поступал благоразумно. Это говорит Слово Божие, не делал осечки. И вот необъяснимая ситуация. Я хотел бы обратиться к нам, с этим местом священного Писания, к вам, к тем людям, которые исполняют Миссию Божью, к Малим и Великим, и тот, кто исполняет Миссию Божью. Я хотел бы сказать, кто принял Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Он получает это откровение, что значит рождение свыше. Он и получает это откровение, что значит жизнь в Иисусе Христе. И интересно, Библия говорит, что в Иисусе Христе Бог посадил нас на небесах. Слава Богу! Получается, у нас есть и небесный адрес по милости Божьей. И я понимаю, когда мы служим искренне Богу, и есть особые и яркие моменты в нашей жизни, где Бог благословляет, Он просто двигает в нашей жизни своей силой, и ты по-особому знаешь, здесь присутствие Божия в моих удачах. Но хотел бы заметить, что есть и такие ситуации, где умолкают проповедники, где умолкают самого для себя твои объяснения, как вот эту часть объяснить в моей жизни. Интересно, что сам Иисус Христос открывает свои уста и говорит об этом моменте из жизни царя Давида, и хотел бы обратиться к тебе, что Иисус Христос говорит Словом Божьим, что Иисус Христос говорит Христос, исповедует меня пред людьми, кто исповедует имя, и пред Отцом моим небесным, слава Богу. Я хотел бы заметить, что присутствие Божия и бывает и в наших неудачах, слава Богу. Да, в жизненных, повседневных, бытовых моментах. Вы знаете, мы вчера были на бракосочетании на этом месте. И я немножко вспоминаю тоже мой день бракосочетания. У нас было написано, Господь благослови нас. И в этот день мой старший брат, он служитель, он тоже проповедовал, ну в этот день. И он проповедовал такую тему благословения Иоакова. И он выразил такой момент, обращаясь к нам как к молодым людям, и говорит иногда, Бог благословляет так, что аж косточки трещат, и вы прочитали первое место Священного Писания из Бытия, что где Иаков написано, он шел и хромал на свое бедро. Это тот момент, когда Бог благословил его. Это тот момент, когда по особому небу излило на него благословение. Но люди, которые бы его увидели, они сказали, слушай, ты хромаешь. Менши, которые бы его увидели, они сказали, слушай, ты хромаешь. Такой физический недостаток. Но. Но как мы прочитали, что в сердце он носил новое имя, носил небесное имя, Израиль, слава Богу. И я хотел бы обратиться сегодня к нам, к тебе, дорогой друг. У кого есть такая жизненная ситуация, я говорю, та ситуация, где ты несешь, двигаешь молитвенно, инвестируешь туда. Может быть, стараешься эмоционально как-то выровнять эту ситуацию. ты bemüешь, irgendwie эмоционально diese ситуацию irgendwo hinzulenken. Я хотел бы спросить тебя. Я хочу тебя спросить. Я обращаюсь к тем, кто искренне плачет и ищет лица Божьего. Я ввендусь к тем, кто искренне плачет, и плачет лица Божьего. И через эту Немост, через эту Трудность на скрышках твоего сердца начинает писать твое небесное имя. Он начинает утверждать твое избрание, слава Богу. Он начинает утверждать, что ты велик, праздник Богу. И изливает свою силу твое служение, слава Богу. И якуб мог бы сказать на этот момент, это не вся моя история. И, дорогой друг, если ты искренне служишь Богу, и есть ситуация, которая не исправляется, мы мастерами того, чтобы просто сконцентрироваться на нашем Недостатке. Мы мастерами, чтобы мы концентрировались на нашу Недостаток. Особенно сестры, они, ну, так, по-особому начинают переживать за какой-то недоделанное в жизни. Безусловно ist es bei den Швестерн, die besonders bei etwas noch nicht abgeschlossenем sich einfahren. Как будто в этом вся жизнь. Но хотел бы заметить, что это не вся история. Но я хочу заметить, что это не вся история. Есть и благословение в твоей моей жизни, слава Богу. И то, что есть слабая, и то, что хромает. И то, что хромает. Это есть слабая сторона. Это есть слабая сторона. Но и у меня и у тебя есть сильная сторона, слава сайта Богу. И вот это твоя история. Интересно, если мы посмотрим на Якова, и откроем последнюю книгу Библии, и это letzte капитал из Библии там, где для меня заканчивается история Якова. Там, где для меня история Якова. Библия описывает, где Иоанн видит небесный Иерусалим. И там описывается, что он имел 12 ворот из 12 жемчужин. И на этих воротах имена 12 патриархов, 12 колен Израилевых. И на этих трах 12 стэм израилевых Иерусалим. Да, это имена детей Якова. Это имена детей Якова. Яков хромал на свое бедро. Яков хромал на свое бедро. Но это не вся история. Но вот это есть вся история. И она благословенна. слава Богу. И это вся история. И это есть жизнь. Поэтому, дорогие друзья, проходя этот жизненный путь, и когда нас сопровождают эти ситуациях, эти ситуации, которые не собираются лучше учиться, я не говорю о наших детках, а говорю образно, и если мы искренне служим Богу, то, то, и в этих ситуациях, есть присутствие Божия для тебя и для меня, потому что, если ты проводишь свою жизнь в Иисусе Христе, то твоя жизнь пишется не только здесь на земле судьбой, то будет твоя жизнь, она и пишется на небесах, слава за это Богу. И Бог своим присутствием, он входит в твои жизненные ситуации, и в мои слава за это Богу. И Бог kommt в свою Gegenwart в твои жизненные и в мои действия. Вы знаете, Библия говорит, но боящиеся Бога говорят друг другу. Die Библия говорит, те, которые тем Богом fürшат, и спрашивают друг другу. Внимает Господь и слышит это. И перед лицом его пишется памятная книга, слава Богу. И перед лицом его пишется памятная Бога, и чтущих святое имя его, и будут они моими, говорит Господь, собственностью моею. слава Богу, прайсай Богу, дорогой друг, если ты Господень, lieber Freund, wenn ты Gottes Eigen bist, пусть нас не удивляют эти ситуации, которые иногда хромают в нашей жизни, пусть нас Бог благословит. Аминь. Аминь. н payer без trzy и тысячи святое имя н два м этого об �